Приветствую всех на моем канале! Подписывайтесь, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе очередного видео. Сегодня хочу рассказать про удобрения и подкормки, которые я использую для своих орхидеи, и что как конкретно работает на моих орхидеях, и какие я вижу результаты, либо наоборот отсутствие этих результатов. Вот это мой набор на данный момент, который, так скажем, в активном использовании находится. Про многие из них я уже рассказывала не один раз на своем канале, отдельно снимала видео про удобрения, про подкормки, вот эти, которые вы сейчас видите. Ну, единственное, наверное, еще про эпин и циркон отдельно не рассказывала. Чуть попозже обязательно на канале выйдут видео о том, как я использую эпин и как я использую циркон. Сразу хочу обратить внимание и сказать, что подкормки удобрения я использую в жидкой форме. Мне так намного удобнее, и они разводятся легко, нет вопросов с дозировками, поэтому вот у меня нет сухих никаких подкормок на данный момент. Когда-то были такие палочки, я помню, для орхидеи, но они как-то не очень понравились. Наверное, буквально пару раз их применяла, и все. И все-таки я остановила свой выбор вот на таком наборе. Наиболее удобно, конечно же, пользоваться комплексными удобрениями, готовыми формулами, которые просто разводятся водичкой. Во всех удобрениях всегда в составе есть азот, фосфор и калий. Но это самые необходимые растению элементы, которые участвуют в обменных процессах, а также в питании. Азот, он необходим для правильного роста, развития растения, наращивания листов, а также корней. Калий же больше служит для поддерживания растения, делает их более выносливыми к неблагоприятным условиям, ускоряет их рост. Ну и, конечно же, фосфор используют для того, чтобы орхидея цвела. Фосфор отвечает за то, чтобы у растения появились цветочные почки, за развитие цветоносов, рост бутонов и цветов. Вот эти три удобрения к ним как раз-то и относятся. Наиболее мои любимчики, так скажем, из комплексных удобрений, это, конечно же, бона форта. Вот это вот красное я использую для того, чтобы нарастить цветоносы и бутону растений. Смотрите, оно так и называется. Повторное цветение. Это удобрение, мне кажется, я использую уже не то, что несколько, а очень много лет, потому что вижу от него результаты. Оно действительно работает, выполняет все, что обещает производитель на упаковке. То есть, действительно орхидеи помогают заложить новые цветоносы, бутоны, то есть повторное цветение для орхидеи. Вот это с фиолетовым колпачком удобрения я использую уже после цветения для укрепления иммунитета орхидеи. Вот в период между цветениями я как раз-то ими подливаю свои орхидеи. Сразу скажу, что вот если по-красному однозначно мое да, однозначно мне нравится то, что касается фиолетового для иммунитета растения, просто для укрепления иммунитета. Стандартное, как и все другие удобрения для орхидеи. Ничего особенного, вау-эффекта вот конкретно от этого удобрения я не вижу. Красное, да, работает. Фиолетовое, ну, как и все остальные. То же самое касается вот этого удобрения greenwood для орхидеи. Тут видите, сразу состав указан прямо на упаковке. Азот, фосфор, калий 5,4,6. Скажу так, тоже вау-эффекта от этого удобрения я не увидела. Стандартное удобрение для орхидеи. Вот, это то, что касается вот этих. Розовое, это японское удобрение. При него у меня есть отдельное видео на канале, ссылочку на которые я оставлю. Вот это вот комплексное японское удобрение, оно вот бывает в розовой бутылочках, а бывает в зеленых. И, как заявляет сам производитель, розовое идет для цветения орхидеи, а зеленое идет для листвы и корней. Скажу так, я им пользуюсь уже год. И все-таки у меня оно больше работает на корни и листву. Какого-то вау цветения от него, рост и цветоносов лично я не заметила. Но хочу отметить, что в упаковке идет 10 бутылочек, которые я давала также и своим знакомым. И вот знакомые мне сказали, что у них как раз-то пошли расти цветоносы в достаточно большом количестве и хорошо развиваться. Но почему-то при моих условиях вот это удобрение все-таки работало на рост листвы и корней. У меня особой разницы по росту цветоносов и цветению орхидей. Вот это конкретное розовое японское удобрение как-то не сработало. Но то, что касается для роста листвы, для роста корней, оно действительно классное. И сейчас вот вместо вот этого вот бонафорта с фиолетовой крышечкой, именно для роста и иммунитета орхидеек, я использую вот это вот розовое японское удобрение. Мне оно нравится больше, если вот сравнивать конкретно вот с этим. Ну и конечно же с этим. Хочу немножечко остановиться на азоте, который входит вот в состав этих четырех удобрений. Он обязательно необходим орхидеям. Особенно много его требуется орхидеям, молодым растениям, деткам, которые еще наращивают листву, наращивают корешки. При недостатке азота у растения будет замедленный рост и мелкие листовые пластины. Особенно азотные удобрения, они необходимы орхидеям, которые вот растут в коре, потому что когда кора разлагается, то размножаются различные бактерии, основу питания которых составляет азот. В результате орхидея начинает испытывать его недостаток. Поэтому азотные удобрения обязательно должны быть в составе вот этих комплексных удобрений для ваших орхидей. Хочу сразу остановиться, пока не перешла к следующим подкормкам, о том, что недостаток удобрения плохо для орхидей, но также и избыток удобрений, он пагубно сказывается на самих орхидейках. При излишнем количестве азота наблюдается размягчение и растрескивание листьев. Перекормленные растения, они отказываются цвести, они более подвешены различным болезням и вредителям. При избытке же фосфора начинают чернеть кончики листьев, а слишком большое количество калия, оно приводит к нарушению обменных процессов. Поэтому недостаток и переизбыток плохо для орхидей. Но давайте перейдем теперь к подкормкам. Моя любимая, просто фаворит, наверное, которой я пою оды и показываю очень много у себя на канале, это янтарная кислота. В основном я ее использую для наращивания листвы, а также для наращивания корней. Поливаю только что пересаженные орхидейки, детки, протираю по листу, опрыскиваю. В общем-то янтарин я использую очень много для своих орхидей, потому что вижу реальный результат. Действительно вот просто must-have это вот это подкормка янтарной кислоты. Действительно корни растут, листья растут, пересаженные растения намного быстрее адаптируются. Также оставлю ссылочки на видео про янтарную кислоту, как я использую ее отдельно, а также вместе в составе с нашатырным спиртом. Я думаю, что я уже вам показывала и результаты. Далее фитоспорин. Фитоспорин я использую только для орхидеи, у которой есть гнилые корни. Например, если я пересаживаю и вижу, что у орхидейки гнилые корни, то тогда после этого проливаю орхидейку фитоспорине. Но в последнее время хорошо гнилых корней не было, поэтому, наверное, даже в видео нигде не попало, я его очень давно не использую. Оно у меня пока стоит без тела и очень мне это нравится. Но в принципе для орхидеи с гнилыми корнями очень хорошее средство. Поэтому в аптечке орхидейка оно у меня есть. Далее средство HB101. Также есть отдельное видео, где подробно все рассказываю, как применять и что. Скажу тоже, что классное средство, результат от него действительно есть. Видимый результат, быстрый результат, поэтому тоже всегда у меня есть это средство. То, что касается пасты токениновой. Я ее использую только для получения деток, на цветоносах у орхидей. Тоже паста рабочая, хорошая. Можно взять любого производителя, не обязательно этого. Кстати, отвечу сразу на вопрос. Очень много вопросов под видео про цитокениновую пасту. Где я ее покупаю? В любом магазине, где продаются орхидеи и стоят вот как раз удобрения, есть цитокениновая паста. Конкретно эту цитокениновую пасту я покупала на Валберис. Все нормально, хорошая цитокениновая паста. Далее, эпин. Эпин и циркон я не часто использую. Они у меня также в жидкой форме. Его тоже очень удобно хорошо использовать. Его используют только для опрыскивания орхидеи. И самое главное, чтобы он подействовал и был эффективным для орхидеек, это правильно его использовать при правильных условиях. И желательно использовать до предполагаемого стресса орхидеи. Например, за несколько дней до пересадки это будет более эффективно, чем после пересадки. Конечно, можно и после. Но лучше всего, если вы знаете, что у орхидееки будет стресс, будет пересадка, то подготовить орхидею использовать это до. Препарат значительно ускоряет укоренение растений после пересадки, стимулирует иммунную систему растений, ускоряет темпы роста и повышает его устойчивость к различным бактериям, болезням и стрессам. И циркон у меня аналогично, не часто, буквально пару раз его применяла. Также в жидкой форме, но хорошее рабочее средство. Но если вот теперь из всего вот этого выбирать моих любимчиков, то, конечно, для цветения я лично выбираю вот этот препарат для корней, листвы, то есть для развития растения, когда оно цвело, либо наоборот для пересаженных растений японское удобрение, для наращивания листвы, корней я выбираю янтарную кислоту, но и также для, например, диеток, для реанимашек. Мне нравится HB-101. Это вот мои фавориты. Но опять же, это чисто мое мнение, которое основано на моих результатах, на моих орхидеях, то, как я их применяю, как мне больше всего нравится. Еще хочу обратиться ко всем своим подписчикам, зрителям. Есть идея снять видео с ответами на ваши вопросы. Вы всегда пишите вопросы под моими видео, спрашиваете, что-то уточняете. Поэтому предлагаю перейти в сообщество. Там я сейчас добавлю отдельный пост для ваших вопросов. Пишите ваши вопросы, а я потом сниму видео отдельно, где отвечу подробно на все ваши вопросы. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!